По типовым решениям, как мы видим, он скорее всего будет использоваться в том бюджетном сегменте, на тех небольших рынках, куда мы планируем его внедрять. То есть это, например, типовое решение небольшого орбиса. Решение на шесть камер, тут посчитано примерно его стоимость, уже вместе со всем жестким диском, мы с монтажными, пусконалашенными работами, все ID видеонаблюдение, у вас выходит 90 тысяч рублей на шесть камер достаточно крупного офиса. Или, например, самое популярное решение для HiWatch, то, как в поддержку звонят чаще всего, как его хотят видеть. Это маленький магазинчик, маленький магазинчик на одну-две камеры. Например, мы можем предложить нашим потребителям небольшой вариант, который будет стоить ему 37 тысяч уже со всеми пусконалашенными работами на две IP камеры. Это 241 для контроля продавца и 241 для контроля самого залу. Либо можем тот же самый проект за примерно те же самые деньги, даже за меньше, сделать, но с использованием технологии HDTVI. У нас получается дешевле, но при этом мы уже получаем 4 камеры. С одним исключением, что когда мы используем IP, мы можем писать звук. У нас есть камера со звуком, у нас есть регистратор, который пишет звук. Когда мы используем HDTVI, мы получаем более дешевые камеры, более дешевые регистраторы, но мы не получаем запись звука. Запись звука у нас будет вестись только если мы добавим сюда, например, IP камеру, которая будет писать звук и записывать свой архив. Решение для кафе. А какие-то входы для микрофона есть? На HiWatch у нас входы под микрофон не предусмотрены. Только видеовходы, к сожалению. То есть, если вам нужно записывать аудио, вы либо можете подключить к нему, например, IP камеру, он для 241, тот же HiWatch, потому что он поддерживает подключение IP камеры. И у вас будет записываться звук через IP. Либо вы будете, собственно, покупать регистратора от HitVision, потому что у регистратора HitVision есть уже в зависимости от серии и начинается с четырехканалов. Вариант того, как кафе возможно оснастить камеры. То есть, вот в данном случае, как я уже говорил, здесь берется 241 камера для контроля кассовых операций, для контроля за продавцом. Она подключается к тому же регистратору 104G, самому недорогому. И все остальное обрешиваются с доступными HD камерами. Цена на них, как вы можете видеть, очень доступна. То есть, вы получаете HD камеру всего за 2200 рублей для данного проекта. Ну, в принципе, если по типовым решениям, это такие самые распространенные, которые мы хотели вам предложить. На этом, в принципе, я именно как свою презентационную часть закончу. Но с удовольствием постараюсь ответить на все ваши вопросы возникающие. Поэтому, если есть вопросы, поднимайте руки, давайте пойдем дальше по процентам часа. В переводе было очень много вопросов, очень здорово. Если проектируется новая система, все-таки на IP ее проектировать, либо на TVI? Ну, смотрите, все-таки... При характеристиках одинаковые. То есть, разрешение 2 мегапикселя, вот... Ну, смотрите, IP-системы видеонаблюдения, они все-таки, что вам могут дать, да? Могут дать вам масштаб, масштабируемость. Сегодня у вас эта камера здесь, завтра вы ее сможете смотреть дома, одну над единственной камерой. Послезавтра там в третьем проекте его подключить. Одновременно подключите 5 регистраторов, 10 регистраторов, если это вам будет нужно, да? Если мы делаем небольшой проект, ну, киоск магазин, Скорее всего, более именно таким бюджетным решением будет использовать себе прокладка двух кабелей, да? Питальные или, ну, как для данных, подключение оборудования, оно все дешевое. Кабель достаточно дешевый. Камера вообще, ну, как вы видите, уже за мегапиксельная камера стоит, там, две тысячи двести рублей. То для новых супербюджетных проектов TVI идеально в этом плане. То есть он предоставляет достаточно высокое качество картинки. Если вы даже возьмете недорогой кабель, то на небольшом, да, вот расстоянии, у вас качество сохранится, у вас оно вообще не просядно. И у вас, в принципе, тут даже звук можно придумать. Ничего просто дать себе. Ну, без звука, да? Ну, так же, как уже там было представлено, покупайте 241-й, если вам нужен звук, добавляйте его в тот же регистратор, пишите звук. Это, в основном, важно для продавца, да? Смотрите, чем у вас продавец занимается. В общем, например, в поселках каких-нибудь на ИПИ 500 метров просто так не сделаешь, а на себя и сделаешь. Ну, да, я согласен. То есть если у вас есть ограниченный бюджет и очень большое состояние, которое вам нужно, конечно, он будет для тебя гораздо более. Но не забывайте, да, что вы касаемо сигнала все равно происходит. Если у вас тянется на 500 метров... Ну, почему это помехозащищенности, там, требования качества земли и всего прочего? Потому что бывает актуально у нас. Помехозащищенность в стандартах этой жирой, да, там, и исправление помех. Но цена, как-то, из-за того, что 55 МГц у вас плата впускания, она, конечно, в шпитной форме. А на что грозозащиты там? Грозозащиты используется. Ну, то есть обычную аналоговую грозозащиту. Да. Сейчас. Вопрос у вас. Тея и камеры на этих регистраторах пишутся 2-мегапиксельные, пишутся 12 кабрахсекундам. А вот почему, с чем это сажать? А из 2-мегапиксельные камеры на других фирмах, они пишут 25 кабрахсекундам на 4-х каналах? Ну, тут по самости надо смотреть. Смотрите, многие производители, например, да, китайские, они как делают? Они не дают вам 25 кадров в секунду на камеру, они дают вам 200 кадров на все камеры. Даже 200 кадров в секунду. Нет, ну я при 4-х каналах. В 8-х каналах я вижу, что тоже нет, чтобы они 25 кабрахсекундам. Ну, на данный момент вот у нас такое ограничение, только 12 кадров в секунду, не больше. Если вы хотите 25 кадров в секунду, оборудование Quick Vision. В High Watchе только 12 кадров в секунду. А у других, по-моему, визай, очень любители. Да, у нас есть серия, например, где, как говорится, Quick Vision, у нас есть серия, которая на данный момент продается. Это HUHI-SH. Она поддерживает 25 кадров в секунду. В будущем там будет HUHI. Так же, если она будет 25 кадров в секунду. И точные каналы тоже, там они 25 кадров в секунду в секунду? Там будут все каналы 25 кадров в секунду. И двух мегапиксинг дляов 3 секунды. Сколько стоит заявок на воздух будет писать? Это ограничение только касательно трех комплекса�� камер, что трех комплексинами она может быть одна. А все остальные будут organic писаться. Еще вопросы? Я хотел бы вы tactical. Там организованных по парам каналов, то есть смотрите у вас если например вы включаете у вас есть 8 камер, 4 аналоговые и 4 TI и все будет работать. Если у вас теряется пара, например у вас одна аналоговая, другая TI, то вот эта пара вылетает, у вас аналоговая камера пристает показывать и будет писать ошибку. Он будет писать, что каналы должны быть одинакового источника, ну то есть источник сигнала должен быть один и тот же. Это единственное ограничение. То есть по сути по парам должны быть участвовать, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой по номерам. Про опыт платформ, она доступна только для хитвижена, есть специальные прошивки по телевизору, если у вас есть проектное решение, для которого это необходимо, как например сделать для Ростелеком, мы делаем с вами вместе проект, мы реализовываем вам, продаем камеру перепрошивкой по опыт платформ. То есть такие прецеденты уже были, это уже делалось. То есть, ну там надо заключать соглашение договорить? Да, конечно, конечно. Просто так никто таких прошивок не дает. Нет, это понятно. Я имею в виду, что, ну мы писали вводы письма и там как-то это все не очень правильно. Ну, если… Через поддержку, через проектное дело. Скорее всего через проектное дело надо уточнить. Да, мы точно скажем, что опыт платформ реализован, то есть под проекты, под какие-то конкретные. Если заключается… Под R4, под R6? Под R0? Под R0. Точно есть. И под R6 точно должно быть тоже. Вот, под смарт камеры, то есть это R3, R4 там тоже есть. R2 нету, то есть Highwatch не поддерживает. И R1 старая смарт камера тоже поддерживает. А еще, тоже такой вопрос. Прошивка с распознаванием номеров, она есть для R0? Нет, прошивки для распознавания номеров, они существуют только для Hikvision, и только для смарт камер R3, R4 и R1. При этом только для R3 и R4 есть поддержка и черных и белых списков. То есть можно сразу накануливать за 1000 долларов. То есть это уже только для самых новых. То есть для Dark Fighter, Light Fighter и, ну там, 40-25, например, камеры. Только двухмегапиксельные, только R4, только специальная прошивка. Тогда будет поддержка распознавания номеров. У вас свое производство в Маке? Вы берете у кого-то? Ну, скажем так, не нужно выбирать велосипед, но покупаем модель. То есть в разных камерах, в разных поколениях могут стоять разные модели? ДАК, матрица, процессор. Это все идентично по всей платформе идет одной серии. Вы не можете купить, например, камеру платформы R0, там, пять лет назад, когда она появилась. Да, а потом понравилось изображение. Да. А потом вы ее купили, а она стала хуже. Нет, такого не будет. Она оборотная платформа, она преоборотная платформа. Она идет без изменений, весь свой жизненный цикл. Регистратор также поддерживается. То есть у нас все оборудование, оно работает на основе одного протокола. Протокол у нас пропитант, называется хитвизм, да? Этот протокол реализован равно как для камеры IP, а равно как для регистраторов и прочего нашего оборудования. То есть вы, например, можете в 4500 вы включаете как регистратор, например, TVI. Также вы подключаете туда и IP-шный регистратор, или старый аналоговый регистратор. Ну, старый аналоговый у вас только что известно будет. А протокол тот же. И он так же в 4500 запустится и так же будет поддержан. Все, что вы можете запустить в 4200, оно и в 4500 будет работать, да? Единственное, что в 4200 вы можете настраиваться под на 4500, это просто. Но поддержка всего модельного ряда есть. То есть если это оборудование работает у вас на компьютере, оно будет опросов на мобильном. На этом же. И этот же регистратор, и эту же камеру можно подключить как два различных устройства. Да, да. Если у вас есть IP-камера, то у вас доступна из меня. Ну да. Вот. Вы не подключайте, вы можете отдельно по IP-шному ее подключить через свой порт, и регистратор через свой порт просматривать то, что вы хотите в данный момент времени. Сколько максимально регистраторов можно подключить? Вообще в софт туда можно 64 устройства только. Давай. Если 16, камера одновременно просматривает, ну 16 подроков одновременно просматривает. А можно ли на мобильном устройстве? Именно как с сервера записи, да, там нет. Но если вы нажмете кнопочку записать видео, он, конечно, напишет вам видео на телефон. То есть все, что вы там, допустим, вы смотрите какую-то камеру нажать кнопочку записи видео, он вам видео с этой камерой сохранил. Или там фотокер. Нет. Проблемы функционал вызывают. А какое максимальное количество клиентов выпускает видеорегистратор? К видеорегистраторам, смотрите, к камере вы можете подключиться не более 10 человек. Да, не более 10 подключений, она в принципе поддерживает. К регистраторам там немного по-другому. Там, смотрите, там можно подключить 64 клиента, но по факту вы, скорее, откроетесь 80 мегабит исходящего потока. Потому что если у вас будет 10 клиентов, да, у вас есть 80 мегабит, и каждая камера отдает по 2-4 мегабитра, то, скорее всего, через 10 подключений вы просто откроете эти 80 мегабит, а не в количестве подключений. Вот, поэтому если вам нужно очень много людей подключить к одному регистратору, лучше использовать какой-нибудь софт, да, там, стрим-сервер, который мы представляем. На счет номеров еще в продолжение темы. Вот, я читал, что есть регистраторы HipVision, которые поддерживали номера, то есть могли их выгружать и с ними как-то работать. Это все регистраторы HipVision с прошивки 3.4. 3.4, ага. И второй вопрос, это есть ли какой-то софт, который позволяет, помимо AVMOS, который позволяет выгружать данные о номерах с камерой? Ну, или в открытый протокол? Ну, смотрите, у нас софта как такового отдельного нет. У нас есть SDK. Вы хотите написать софт? Да. Берете SDK, начинаете... Да, в SDK есть поддержка распознавания номеров, то есть эту информацию вы сможете с камерой получать. То есть там есть функция для взаимодействия с распознаванием номеров. Берете SDK, изучаете его, добавляете в свой софт, получаете всю информацию. Если у вас возникают вопросы про SDK, у нас в Москве есть специально обученные китайские специалисты, которые помогут вам либо самим решить эту проблему, либо взаимодействовать уже с китайскими разработчиками. Это открытый SDK? Да. Этот SDK, он открыт доступ. Вы можете прямо сейчас зайти с телефона на rtp.heaklism.ru, в разделе утилита SDK и получить. То есть ограничений распространения у нас нет. Там платформа Windows поддерживает все функции. Remix и Mac. Только просмотр архива, просмотр видео. То есть там доступ к этому уже есть. Еще вопросы? А по поводу вандалозащиты есть? Ну, по поводу вандалозащиты, смотрите, у нас есть камера, да? Ну, вот здесь даже, допустим, представлено. Там уже классическая. Там 31-я популярная, 311-я. У них ИК-10 вандалоз. То есть она есть, корпуса прочные. А для TBI камер также без стороны корпуса модалозащитные. То есть у нас каждый форм-фактор и имеет модалозащищенную вариацию. И куполки, и куполки вариофокали, и какие угодно. То есть вандалозащиты все хорошо, так и ровно так же, как и с IP66, например. Есть камеры с поддержкой этого стандарта без проблем. Еще насчет регистраторов HiWatch. На них написано температурный диапазон от минус 10. Вот. Это вы их так испытываете? То есть жесткие диски при минус 10 не все себя хорошо чувствуют? Вот. В связи с этим вопросом. Ну, это регистратор-регистратор. Как бы, если вы добавляете сюда свой компонент так только жесткий диск, вы уже... А есть рекомендованные жесткие диски? Рекомендованные жесткие диски у нас, конечно же, наш партнер в ВДР. Ага. То есть вестерн Digital, их серия Purple. Рекомендую. У нас нету, по-моему... Просто, например, с семьей, там есть некоторые серии, которые точно известно, что Skywatch не работают. Некоторые серии терапаритных жестких дисков. У них там есть, по-моему, двухтысячная серия, которая не заводится Skywatch. И еще какая-то. Если же я не сейчас не вспомню, но, например, если вы напишите на Сабар Сабар Киквижн Су, да, вы можете спросить табличку по совместимости, либо зайти на наш FTP, ftp.heakvision.ru. И там тоже есть эта таблица в разделах инструкций. Вообще, очень большое количество знаний по нашему оборудованию, о том, как его настраивать, как с ним работать, это находится на ftp.heakvision.ru. Мы сами его заполняем. Мы не просто там переводим инструкции, да, или что-то туда просто бездумно публикую, да. Если есть там инструкция, это инструкция, которую мы всяко написали. Здесь, в России, российским специалистом. Если там есть, например, прошивки, да, для популярных камер, это прошивки, которые мы сначала себе установили, потестировали, потом их опубликовали. То есть это не просто очередной склад такой. Это именно более проверенная информация, чем, например, если вы зайдете куда-то на китайский fp-шник, да, и там получите доступ к этим данным. Потому что, например, смотрите, если речь идет о оборудовании hdti или хитвижн, да, у нас были случаи, когда, например, обновляют прошивку человек с английского сайта и не получают свои четыре IP-камеры, а должен получить все четыре. Вся разница в том, что для российского рынка прошивка отличается. Вот, и лучше прошивки как-то брать именно либо с нашего ftp, либо заказывать, ну, спрашивать непосредственно нашу поддержку. Она у нас российско-ориентированная, и мы стараемся, как бы, именно в России поддерживать эту информационную классику. То есть если у вас есть какие-то наработки, вы знаете, как решать какие-то популярные проблемы, мы с удовольствием эту информацию принимаем, формируем, да, какую-то более добоваренную инструкцию, если на какое-то причине она кажется не очень понятной. И также будем ее опубликовать ваше разрешение на ftp или использовать для внутреннего использования, чтобы помогать другим людям. Были такие случаи, да, в взаимодействии с нашими партнерами по хитрике, по хайбуржу, когда партнер присылал на решение проблем, и потом превращался в инструкцию, которая теперь также на этике доступна. Мы активно хотим работать с теми, кто работает с нами, да, мы хотим взаимодействовать и получать от вас информацию. Просто, к сожалению, большинство людей, которые к нам обращаются, они обращаются с проблемой, когда уже не знают, как решить. А если они решили, они нам тоже не рассказывают. Вот эта двусторонняя связь, она очень важна. Если, например, вы поняли, как решить какую-то проблему, вы можете просто прислать ее решение и выйти в дом. Потому что, если, например, не стыкуются какие-то дизельные оборудования, мы же заявляем, что у нас поддержка англий. Да? Оно у нас есть. Оно у нас. Версии на, например, для оборудования HIC это версии 2.5. Там же поддержка англий есть. На оборудование HIC, на IP-шном, это сейчас 2.4, по-моему. Пожалуйста, если вы нашли какое-то оборудование, у вас не заработало, мы не можем протестировать все остальные оборудования. Раз не заработало бы эту проблему, решили, пришли, пожалуйста. Мы только за. Еще вопросы? Готовимся. А есть IP-камеры, которые позволяют выключать внешний микрофон? Или камеры, которые позволяют выключать внешний микрофон для неких iWatch нет. HIC-вижна. У HIC-вижна, конечно же, есть. Это все камеры, у которых есть индекс S. То есть, если мы там посмотрим, вот она идет, допустим, именование. 26, 42, F, T-RF, это IS. S будет означать то, что у нее есть возможность подключить то, что у нее есть аудиофон. А микрофонов нет? Микрофонов нет. Единственные микрофоны, единственные две камеры, которые у нас с микрофонами, три камеры, это 241-я от HIC-вижна. 24, там, 22, 42 от HIC-вижна. И 25, там, 22, 42, тоже у HIC-вижна. Больше, со стороны, микрофон у нас больше нет. Все остальное мы предлагаем отмечать самим камерам. Потому что и камер, и с микрофонов в ходу очень много. Потому что практически каждая вторая камера обладает здесь у нас. Особенно у них смарт вообще все. Да, была такая. Не пошла. Ну, тогда, да, тогда вот, вот у нас есть прекрасные люди, которые работают за делопродаж на прямую. Я думаю, что они с удовольствием, с удовольствием помогут, если мы почему-то ошиблись. Как я уже говорил, мы взаимодействуем с теми, кто работает с нами. Мы стараемся и не всячески угадить. Если вам нужна эта камера, давайте, давайте, как бы, взаимодействовать. А есть оплата видеозархвата на плате? Оплата видеозархвата вообще нет. И вряд ли они будут появляться. Тем более, что компания Heek Krishna, мы вот с платой и видеозархвата, мы с ней потихонечку уходим и приводим здесь в Россию как продукт. Если на сайте представлены, поддержку по ней показывать уже тяжело, потому что мы их должны были. Вот, вы решили с этого неподвижность. Капитан, а климатическое исполнение камеры и регистратор глиники, наибольшее умение Heek Vision будет сравнительно? Ну, если у камеры заявлены, она Heek Vision, она Heek Vision. Температура? По температурам там, в принципе, глиники. То есть, потому что, можно заметить, что у некоторых камер Heek Vision был корпус такой же, как у HiWatch. Они собираются рядом. И только на чем немножко отличаются корпусы схожие. И их, именно как защита, появляющаяся шесть, она также и температурные условия. А видеорегистраторы? Пассивное и активное охлаждение. Скажем так, Heek Vision и Heek Vision. Какое это впечатление? Ну, смотрите. Если мы возьмем, например, вот TVI регистратор у нас тут на столе лежит, у него пассивное охлаждение. Потому что у него не отошел блок питания. Если вот второй регистратор там лежит 104Q, 104B, у него есть OIM, у него есть бюджет 52. Его нужно охлаждать. У него активное охлаждение. То есть, в зависимости от того, какое оборудование конкретное. То есть, охлаждение активное стоит только там, где он действительно нужен. Потому что если в 104Q не нужно активное охлаждение, там нет мощного блока питания, для жесткого диска там достаточно, чтобы он мог охлаждаться. Есть отличие в Индексах. А вот так вот заранее нужно знать, будет шуметь вентилятор или нет? В Индексах нету. Просто оборудование слоя, в нем точно будет вентилятор. В оборудовании слоя, с точки зрения того, точно его не будет. Если у вас есть вопросы, вы можете его поддерживать. Есть оправда? Да. Максимальный объем есть. Наверное, сколько это поддерживает? Для всего нашего оборудования на последних версиях прошивки 6 ТБ. Не тестировали пока. Как у нас появится, где жесткий диск 8 ТБ. Мы просто включим, попробуем. Наверняка он заработает. USB 3.0 будет? USB 3.0 пока есть на регистраторах только от HigVision. На регистраторах от HiWatch он будет. Ощущих серии инистраторов HiWatch, которые в серии U. То есть в поддержке трехмагописельных камер. Там обновится аппаратная платформа. Как будет ремонт? А зачем? Для того, чтобы в ВВК могли быстрее делать. В ВВК подключается жесткий диск внешне. И пошел. Ну, либо, как народный умелец, подключается DAS Storage. Если вам это не уходило. А в конце этого, в котором три вариантастика появится, что-то будет передача? Ну, там, соответственно, уже будет HDTVI 3.0. То есть трехмагописельная камера – это полноценный HDTVI 3.0. То есть до 1200 метров на MG6 кабеля. А трафик какой, примерно, на двух камерах? Трафик, смотрите, если мы используем, будем использовать полный формат, там, для тысячи на полторы тысячи точек, да, то у вас при 264-м там это будет порядка 6 мегабит с камерами. Ну, при активном движении, конечно. А звук в HDTVI 3.0? В HDTVI 3.0 звук в регистраторах пока обсуждается. То есть это оборудование, которое будет позже доступно. Но сейчас просто в Китае, на данный момент, когда она тестировалась, есть и вариант оборудования и со звуком, и без звука. Это все подбирается уже подробно конкретно. Так же, как, например, в России увозятся хиквиженовские регистраторы с четырьмя, восьми и шестнадцатыми аудиоканалами, да, а в Европу они такие вообще не поставляются. Они там либо с четырьмя аудио, либо без аудио, в принципе. То есть, поэтому этот вопрос пока обсуждали. Возможно, они будут с работы, потому что до конца лет еще есть время пересмотреть на него.